Тысяча сто поколений Тысяча сто поколений, любовь и война Каждый рождается с мыслью достать до небес И нам с тобой сейчас, как во все времена Ничего не... Йо-хо-хоу! Что я могу вам сказать, ребята? Приветствую! Добрый вечер! Доброй ночи у кого как, но по большому счету Конечно же у всех уже ближе к 22.00 С вами Кейн и давно я не звучал в эфире И очень рад произносить сейчас эти слова По одному лишь поводу С нами снова генералы Снова General Zero Новые баталии Снова отечественное сообщество И повод сегодняшних стримов Это 13-й сезон Лиг от портала General'sDefizetage.ru Ну что ж, очень много времени прошло Столько времени прошло Многие люди пишут на канале YouTube Когда же, когда же следующая игра Ребят, ну честно говоря, время летит, конечно же, очень быстро И со временем дела, которые бытовые, они сказываются по-любому Но давайте в целом взглянем сейчас на дела в сообществе Значит, турниры кое-какие были У нас, должен я отметить Было несколько очень значимых моментов в сообществе Которые нельзя пропустить по большому счету Одно и очень важное событие Это был выход очередного журнала Майдженерал Да, пишите, пишите У меня, значит, выход журнала Майдженерал По-моему, шестой номер Ребята выпустили просто обезбашенно качественный журнал Очень красивая картинка Очень красивые арты Использовали там работы ребят-профессионалов Вот Значит, мне очень понравился номер Обязательно на портале GeneralTheFizZh.ru Вы можете его всегда найти И написать свои отзывы Как-то он так прошел более-менее Я понимаю, народу там немного И так это все можно прям найти на портале Но все-таки шестой номер Был очень эпохальным, очень красивым Ну и даже сравнивая с другой литературой Подобные электронные журналы Не так уж сильно распространены Но все же есть Сейчас даже Близзарды выпускают комиксы Там по овервачу Ну ни в чем не уступает Очень классно все было сделано Значит, ну Также стоит отметить работу сообщества В плане патчмейкерства Dusty Roads, Zars Возглавили у нас работу над патчем 1.08 Проделали много работы Как бы очень много движения было в обсуждении Не совсем это прям приятная тема Но правильная Правильно Несмотря на то, что я дал какие-то там свои отзывы Не совсем позитивного настроя Но все-таки ребята собрались И правильно сделали движуху Что стали работать дальше Немножко там темпу сбавился Пропал, запал Но я должен сказать, что несмотря на это Все равно нужно продолжать работу Из того, что я хотел бы пожелать Наверное, в плане Этого патча строительства В ходах более красивой игре Красивому балансу Все-таки нужно ценить Всю работу сообщества А сообщество трудится Над патчами уже очень давно Я думаю, в какой-то степени Может не совсем Верный шаг Сделали в том плане Что с нуля просто 1.04 Начали опять просто менять цифры Я бы рекомендовал Даже вот сейчас Можно тот же самый 1.08 сделать Это как минимум Который существует Он по балансу не будет Взять и использовать Наработки хотя бы патча 1.05 По графике Никто не мешает взять этот патч Перекроить полностью все цифры Оставить визуальные приколы Над которыми работались Не только члены нашего сообщества В прошлом Но и скажем так Те же самые мод Строители таких известных модов Как Contra Как Shockwave Которые также позволили Скажем так Своей работой попасть В патч 1.05 Но современно очень Мне кажется Это просто улучшает картинку И вселяет какую-то Скажем так Интересующий момент Прогрессивный В нашем времени Значит Про патч я сказал Такого особого Не могу еще Что-нибудь такого Глобального отметить Портал Game Replace Org Также проводит Свои турниры Понемногу Не просто по General Zerhal Но и по простым генералам Ну а я Вот тут появился Вот сегодня Сегодня появился Благодаря 13 сезону лиги Благодаря конечно же Моему карифану Заядлому Андрею Гаттуза Который меня вечно На что-то подбивает И именно Да Вы не ошиблись Я уже назвал его Ник Сегодня его игра Состоится И не против Кого-нибудь А скажем так Против действующего Чемпиона Сегодняшнего Сообщества General TheFizy.ru Игрока Под ником Asus Значит он был По-моему Последним чемпионом И тем Патчи для него Интереснее будет Скажем Я не помню Как он встречался С Гаттуза В том сезоне Играл ли Гаттуза Вообще Но Сегодня он с ним Встретится И Андрей Зарегистрировался На турнир Давайте я немножко Пока Перечислю Посмотрю Вот таблицу Таблицу Которая у нас Уже состоялась Значит всего По идее Как я вижу Пять туров Ждет Игроков Гаттуза Выиграл 4-1 У Спока Далее Еще не играл И я смотрю Он так же Сразился С Зарзом Где проиграл 1-4 Это как бы Показатель А вот Asus Отыграл Секундочку Первую игру Точнее Это второй раунд Считается Выиграл 5-0 У того же Спока У которого Гаттуза Выиграл 4-1 Это раз Дальше Asus Выиграл У Дастиро Со счетом 3-2 Это два Дальше Asus Выиграл 4-1 У Аллигатора Гаттуза Выиграл У Дастиро Тоже для меня Неожиданный счет 4-1 Неужели Дастя Немножко В чем-то Там Промахнулся Интересно Я не наблюдал За картинками Ну и наверное Стоит посмотреть Сколько всего Очков Набрали игроки На данный момент Дастиро 6 игр 3 победы 3 поражения Но давайте Лучше остановимся Все таки На наших Сегодняшних бойцах Asus И Гаттуза По 3 игры Они имеют Двоем 3 победы У Азуса Идет в чистую 12 очков Гаттуза Из 3 игр 2 победы И 1 поражение Ну что ж Честно скажу Я болею За Андрюси За Андрюси Гаттуза Андрея Но не верю Честно говоря Не верю Хочется Чтобы он Меня как-то Воодушевил Чтобы он сейчас Победил Вот мне захотелось Все бросить И пойти Драть задницы Вслед за ним Всех Кого встречу Значит На ютубе Спрашивают Да Привет Владик Будет Конечно же На ютубе Я надеюсь Иксплит Мы сегодня Лицензию Продлили Надеюсь Все там Без проблем Будет Записи И сохранения Также Да Да Эрзи Эрзи Наш Известный Сейчас самый Популярный Я думаю На портале Вообще В генералах Узкоязычный Стример Не секрет Что он работает Над игрой Скажем так Грубо Я бы так назвал Генералы 2 Там ваяют Конечно Страх Что Ну как бы там Не было Очень красиво Очень продуктивно Эрзи Член нашего Сообщества И команда Команда Наших деятелей Это там Ион Зарейн Тут же самый Дасти Роудс Не буду Причислять всех Потому что Всех честно А я не знаю Точнее их знаю Но не уверен Что они там работают Вот Трудятся над этой игрой И будьте уверены Никто кроме них Лучше Не сможет Переселить дух Как бы самой игры Который В игре Действительно присутствует Кстати Вот я сейчас Про Онзу Рейнс Вспомнил Не первый раз И В первый раз Это Он Был редактором Значит Журнала Мат-дженерал номер 6 О котором я вначале Упомянул Ну и Второго часа Он участвует Также в разработке Помогает Генералы 2 И вот там Была движуха Я хочу сразу Сказать ребятам Ролик Который я сделал Якобы Презентационным Наших карт Сообщества Да Это тоже Немаловажный факт Под руководством Не только Эрзи Но и он Зарейн Там и спецовик Вмакнули Так сказать Свои руки В трудах В этих Очень качественные Карты Но в ролике Там фигурируют Немножко не те имена По теме картами Ребят Как вот все было Зарегистрировано Таким вот образом Я все в ролике И прописал Может там не было Спецовика Или не было Эрзи Вы извините Какие данные Были предоставлены Так и получился ролик А для всех остальных Кто не в теме Как бы Самым главным Из того что я сейчас сказал Является то Что карты Очень качественные У нас значит Был великий Градостроитель Это Константин Ефимович Я думаю Ему не стыдно Ему не стыдно За такое наследие Которое сейчас Есть в нашем сообществе Действительно Качественные карты Очень интересные На многих из них Присутствует Дух Именно Который Свойственен Именно этой карте Не просто Заезженные И Более того Скажем так Насколько я успел Этими картами Проникнуться Более 50% Действительно Блестит Баланс Вот так вот Итак Давайте вернемся Все таки К сути Главного события А это 13 сезон Лиги У нас Поединок Между Гатуза И Асусом Стримит Эгейне Мы в принципе В принципе Готовы Приблизительно Начать Первый поединок Обнаружен Черный лотос Американцы будут использовать воздушные силы, чтобы остановить нас Артиллерийская платформа стреляет подобно стратегическому центру США По повреждениям и дальности И захватывая и избегая Прослушивающий пост А это медленная китайская стелс-портура Активирует 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 Наших стелс-отрядов Когда уничтожен Стальная кабина Значит, ребята Ролик Да, мы видели Парис Мы пока Тестируем Лаги Лаги имеются Имеются Идет пока Проверка Ничего сверхъестественного Звук есть Да, лагает Немного Лагает Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Жалко, он меня не слышит, но потом посмотрит, насколько ему будет стыдно. Я честно вам скажу, вот сейчас пока он не слышит, я его сейчас вдохновлял как мог. Говорил, Андрей, если вот ты выиграешь, ты меня во что-нибудь сейчас просто воодушевишь. Я просто вот что-то захочу вот в плане генералов и вот наворочу. Но, как говорится, есть то, что есть. Андрей играет стандартный билдинг в два завода. И Азус. Ну, хорош Азус. Не могу прям сравнить по большому счету, если взять, да, за все времена, да, примерно шкалы, там, 10 баллов или в 100 баллов расписать всех игроков, хотя бы нашего отечественного комьюнити, на каком уровне он играет. Но, знаете, для любых турниров, в принципе, важно, насколько ты силен по отношению сейчас к конкурентам действующим. Ну, и Азус, в принципе, неплох. Я стримил, по-моему, как-то его игры. Действительно, было мне не стыдно посмотреть на его игру. Жалко, все-таки какие-то фризы возникают. Андрей уже видит. Андрей уже видит. Так, звук есть у нас, в принципе. Все нормально. По левой стороне я не успел забункериться. Наверное, слишком далековато побежал или стоило посадить своего раба в здание при виде только подъезде БМ. Ну, сейчас ракетчик есть. Не совсем удачно он возле бочек вышел. Можно его было бы красиво подорвать. Пока не делает это Андрей, пытается взять в клещи своими RPG. Сейчас Азус, этот Battlemaster. Но Андрей осторожен. Молодец. Молодец, как для старичка. Помнит самое главное золотое правило. Не терять никакой противоплашника. Не так уж все просто. Это рэндом. Но, по-моему, это open random. Внимателен Азус. Видел он подъезд БМ. Направил своих ракетчиков. Далеко, в принципе, не зрели. Но Андрей не смог задавить второго. Лида, Робов. В принципе, троих, по-моему, забрал. Это тоже неплохо. По 200 долларов каждый. Там практически оправдывается весь Battlemaster. Ну, экономически сейчас еще повредил. Да, суплай Азуса. Еще по центру. Подрывник не успевает. Андрей отработал. Причем вот именно на этом моменте лагов никаких не было. Не на что пенять. Подрывает, подбирает течу сейчас скрапик. Два Battlemaster. Мы видим мины по вторичному суплайу. Хотя он такой вторичный, как основной. По-моему, там ресурсов больше. Надо вспомнить. 33 300 против 17. Да, совершенно верно. Это как бы вроде как основной. Два в центр. Бункер там же не успеет. Но есть ракетчики, которые сидят сейчас в здании. И Airfield. Нужен барак. Барак готов. Мы видим там 5 RPG. Осталось дождаться только Helix. И против кого? Где завод? Что выезжало? Ага. Очень, очень удачно. Это может быть сюрприз, мазефака. Но пока едет вперед на суплай. Не догоняют здесь. Нет, остается один танк. Ах, остановил. Бросил Андрюси. Не хватает контроля. Да, техничка-то проскаклена. Еще три лычки. Едет вперед. Навредить успеет. Все-таки суплай. Не могут угнаться драконы. Где? 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 Это так долгожданный воздух. Ах, пошел уже в пропаганду Андрей. Вы посмотрите. Убирает сейчас рабов мина. Нет, нет. Активирует и мину. Носит жизнь еще. Еще двоих рабов. Нет, одного. Ну и плюс мина за 200 долларов. Это тоже хорошо. Уже пропаганда. И вот это долгожданное просто благосновение небес. Поднебесное. Не просто так это носит Китай. Такую аббревиатуру. Скажем, не аббревиатуру, а сопровождающую страну. Да, воодушевляющую сейчас страну Китая. Значит, поднебесный. Посмотрим. Бункер еще не готов. Но, гляньте, какой выезд. Пять танков Скорпион будут сейчас, наверное, удивлены. И Андреев, готов. Готов здесь бункер. Абсолютно. И ничего не успевает сейчас танк и Скорпион просто занять, отработать свою цену. Нужно, конечно же, ракетчиков убить. Андрей вертушку не направляет. Он направил танк. Мне кажется, немножко зря. Ну, чего-то где-то как бы не хватило. Может быть, в былое время Андрей бы вообще сделал все быстро и красиво. Но и сейчас неплохо, учитывая небольшие все-таки фризы, которые есть. А, подсказывают, что у него оба Андрея. Ну, вы привыкайте. Я Андреем называю Гаттуза. Азус тоже Андрей, но я его называю Азусом. Так, пошел по левому флангу правильный старшина Дракон. Есть уже подкрепление для экономики. Мы видим вышка одна. Вышку вторую еще не захватил. Кстати, Азус зачищен. Левая сторона подкрепляется уже квадами. Также Азус, но забрал Суплай по центру справа. На три Суплай он работает и по-любому сейчас Гаттуза необходим захват уже экономику. Смотрите, как действует на упражнение сейчас Андрей, который Азус и забирает вышку. Я имею в виду забирает, уничтожает. Не получится экономически немножко восстановиться Гаттуза. Ну, нужно будет пушить опять как-то центр и бункериться пока по центру. Азус, убирать Хеликс по-любому. Ну, опасно заходит Оверлорд, но пока хорошо, что всего лишь один ракетчик находится в этом здании. Уже вперед едет танк Дракон. Ну, вы посмотрите, просто отстаивая сейчас вышку, хотя бы тысячу долларов поимел Гаттуза. Ну, браво, старперище! Жму тебе руку. Сжигает также упредительным ударом огня Андрей в центре здания. Пока не полностью. Надо допаливать. Ага, еще ракетчик есть по центру. Будет уничтожен. Никак не наберет ни одной лычки Дракона. Он уже не первый раз палит. И стоит кнопочку F. И вперед нужно нажимать. Нормально. Уходит еще один квад. Лычка взята. Она просто на соплях. Сейчас находится Дракон Андрей. Браво! Забирает юнит на лечение. А вот не успеет Аверпорт уехать. Не успеет Бадабум. Готов. Ай-яй-яй. Не подошел ЕЦМ. Все, в принципе, красиво, лаконично. Азус начинает бояться. Он побоялся сразу же после первого Хеликса. Понял. Блин, и сюда просто Дракон. Ох, какой Дракон. Хотел сказать Дозер. Подлечить вышку не получилось. Вышка все-таки была уничтожена каким-то образом. Абсолютно без выжек. И остается 3-2 по Суплайм в пользу сейчас Азуса. По деньгам 1900 у Азуса и Гатуза. Ох, 3000 флуата было только что. Конечно, минуснулось, но простительно, простительно. Вот он Суплайм слева по центру. Держать оборону. Хеликс вверху. Но нужно как-то убирать, лечить этот Овер по-любому. Я не знаю, хоть вышку пропаганды здесь что-ли построить. Чтобы не тащить новый Овер с лечилкой. Либо Хеликс с лечилкой. Все что угодно. Но Хеликсы уже просто так не полетают. Готов подрыв с последующим проездом куда угодно. Мины только так и остались на основном Суплайм. Андрей не минирует. Напомню, играет он против обычного Глашника. Слава Богу, хоть не подрывник какой-то степени. И пошел. Пошел. Первая еще одна Саплетрака по центру. В принципе, в принципе, мы чувствуем такой баланс игровой. Пока что Гатуза как бы держится к Китаем. И мы понимали, что Нюкам, и вообще Китаем, тем более Нюкам, Андрею как-то будет попроще себя чувствовать сейчас с Азусом. Мы видим правый фланг как бы свободен. Готов опасный выезд. И я не уверен, насколько тут продержится этот бункер против толпы вот этих юнитов. Особенно, если пойдут вперед ракетчики на отвлечение ракетчиков из бункера. И просто ни о чем. Бункер разберется очень быстро. Медленные юниты даже... Подождите. Нюк, 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 да. Медленовато ездят. Но он не сможет. Он сразу право защитить. Вот пошел подрыв бункера даже таким образом. И вперед юниты. Естественно, здесь ничего не может сейчас сделать Хеликс, который тем более отвлечен. На левый верхний фланг пошел какой-то размен. Обоюдо размен. Дозер спасается. Самое главное, что Андрей видит и думает уже о том, как принять какие меры. Уничтожается сейчас хват. И самое главное, был уничтожен завод. Отстраивается второй армсдиллер. Азус пушит сейчас. Идет по центру. Китаю гораздо тяжелее, конечно, обороняться, чем Глашников в этом плане. И бежит. Бежит на мины. Что тут? Командный центр. Неужели Андрей заработал? Завод будет потерян. И что туда выезжает? Насколько правильно сейчас было выпустить танковерлорд? Или все-таки проще было сейчас память БМчики? Либо дракончики? Есть еще время Андрею это делать? Нет. У завода практически ничего не осталось. Идет он ближе к центру. Но готов здесь дворец. Кто тут отрабатывается? Лотос. Лотос немножко потерпела. Захват не понял. Не состоялся. Деньги подворовала девочка. Верфектор не успеет продаться. Мины так и не поставил Андрей. Тем более полететь тут нечем. Видите, как и разъезжают юниты. Оверлорд. Откуда он тут взялся? Ну, он был кстати. Значит, сможет в какой-то степени что-то подзащитить, маневрировать. Можно мигать. Возвращается Хеликс на лечение. И, и, и. Три, три, три. ЕЦМ-ку не забудь. Пока с одной ЕЦМ идет. Гаттуза вабанк. Ну, будет блокировать, конечно же, Армс Дилер. Сколько у юнитов? Два танка Скорпиона. Три квада. Несколько ракетчиков поднимает под себя Суплай. Вот еще Армс Дилер. Все так просто. Конечно же, блокирует. Захват состоялся. Не был внимателен немножко Азус. И промажет сейчас Артударом Андрей. Уйдет, уйдет враг. Даже не по Суплай. Нет. На Суплай направил. На Суплай, может быть, заденет немножко еще. Нару посмотрим. Пока идет стычка. Дракону надо убирать. Суплай, естественно, весь не убивается. Убирать от РПГ. Обязательно этот Аверлорд. Надо быть внимательным. Да, он его разворачивает. Успеет ли? Три штуки. Два. Один лычкованный. Ох, уходит. Уходит. Бункер. Хеликс лечится. Ну, ребят, достаточно красивая игра для тура. Еще, значит, у нас произошел артиллерийский сброс. Точнее, ковровка. Опять-таки, по Суплай. Давит по деньгам. Джи-Джи. Сдается Азус. Без денег он остается. Хотя, флуат мы видим. 5800 осталось. 1-0. Впереди Гатуза. Гатуза. 2-0. 2-0. 2-0. 3-0. 4-0. 4-0. 5-0. Тысяча сто поколений, мечта на развес Тысяча сто поколений, любовь и война Каждый рождается с мыслью достать до небес И нам с тобой сейчас, как во все времена Ничего не... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Неизвестно Ну, посмотрит записи Вот, меня тут уже и дома даже услышали Что я кого-то перепутал Ну, передают вам, что стримера Запланирована Субтитры сделал DimaTorzok Давить Вот, этот подрывник Вот, достаточно красиво, грамотно контролирует Да, теряют сейчас немножко деньги И, может быть, даже можно было взять Hellfire Дрон для уничтожения Нет, берет он Ремонтный И здесь по центру Не дает проехать технически И вы посмотрите Подрывник Подрывник А это ж не демо Это ж токсин Как это? Я не понял Ну, лаги, в принципе, были Неужели все на лагах Это все выехало? Не уверен я Андрей был в чем-то невнимателен Вы смотрите Даже остаются Два РПЧ целые Могут занимать здания По центру Медик тоже профукался Но остался, правда, один Глашный рабочий По деньгам Гатуза 800 долларов есть Вспамится Ну, два Два Хаммера По 800 долларов И я не буду врать Там, возможно, в одном уже И сидели РПЧ Пошел захват Экономически сейчас оторвется Пока сдерживающе действует Ох, не успел отечу ехать Итак Без сильного Наглого такого напора Действует сейчас Азус Прямо таких крупных заездов нет Но Заставляет немножко Поднапрячься Конечно, если бы он проезжал сбоку И Хаммеры вынуждены были Вообще Полазить по своим флангам Был бы еще напряжней Но Есть так, как и есть Уже второй раз я повторяю эту фразу А Андрей пока посылает Хаммер Дежурит по правому флангу Рискует он встретить Раба Точнее, наоборот Раб, конечно же, чуть подрисковывает Уже увидел его Андрей Ну и полево Места заняты Суплай, конечно, не берется Но вот вышку приготовился Уже захват выучен Пошли два Пошли две технички Ох, слева все-таки целая Осталась У нас течь двухлычков А вот тут невниматель Андрей, высаживай, высаживай Успел двух РПГ И, точнее, МДС Благодейтер его, в принципе, не дал Проскочаться сейчас одной из теч Все очень, в принципе, грамотно Он нормально, Андрюха, отработал И пока все переходит постепенно в мидгейм Ну, тяжело сказать, насколько это выгодно Но если захват сейчас уже выучен Значит, захват будет произведен Нужно просто быстрее во дворец уходить Азусу При этом сдерживая нарастающую армию хаммеров Пока это делает он техническими Вот Андрей совершил ошибку Не довел он своих хамзукеров в бункер Не посадил Азус просто не простил эту ошибку Забрал, еще подключил Это, по-моему, двухлычковая течь у него и была Но Не уверен, нет, ракеты в ней еще нет Вот тут рискует, конечно, Азус Потому что они пустые хаммера Просто так их не возьмешь И двухлычковая Андрей уже более внимателен Можно было прям так и не спешить Но высаживает теперь заблаговременно Он свои юниты Не хватает медика Медик есть Есть, есть По центру стоит хаммер Слева Справа По два И-то и-га-га Четыре Плюс медик Итак, стратегический Где же дворец? 86% Нет, но это не дворец Это второй арт-диллер Спам Итак, если здесь подрывник Облажается ли Андрей второй раз? Но подрывником вроде бы не пахнет А вот техничка уйдет Ну, нет, не ушла Последняя ракета достала А хаммер, хаммер, хаммер целый Пока немножко в плюс Но уже пять Вот, смотрите, все проскаплены Ну, естественно, это По ген-повышению И вторая лычка Не успеет Высаживает Андрей Лазерлок навести уже не в состоянии Точнее наводит Но эффективности ноль Выстрелить ребята не успевают По центру взят суплай Бункеры возводятся Как грибы После дождя Уже третий По центру Итак, есть время Точнее, есть финансы Чтобы спамить Абсолютно 1500 Беды не знает И только стратегически Может в этом плане Спасти сейчас Андрея И вот здесь, наверное, потом В будущем понадобится Просто таки Дворец Которого пока У Азуса нет 1-0 Напомню Азус впереди У нас Обязательные 5 игр Турнира Это про Лига Портала GeneralTheFizetage.ru Азус пока идет С тремя победами В этой лиге Из трех игр Гатуза Из трех игр Выиграл только две Итак, ждет Видит ли Наверное, не видит Но зато Осторожничает Азус Да, не пошел Андрей буквально Откликнулся Похоже Ну и Самая любимая Американская Стратегия На патче Не 0.4 Search and Destroy И вот Я думаю Сейчас Хаммера Конечно Не будут Точнее Боюсь Прощения Не будут Справляться Что Взял флешки Ничего себе Выводит Заводит Сейчас Азус Поигрался И хватит А вот С этой стратегией Наверное Азусу Просто Не судьба Не судьба Помикрить Хаммеры Своими течами Все больше Штампует Вот сейчас Он доходит До дворца Денег то Хватает В принципе Флуата Такого нет У обоих Игроков Ну и Группа готова Зачистка Через центр Нужно быть Только Осторожны Группы Будут Высаживаться Но Может В тыл Вообще Заехать Если Там Есть Ракетчики В принципе Бункера Строил Азус Могут Быть И РПГ И по центру Чуть Дежурят Мы видим Там Колонель Бартон Патрулирует Это дело И По правому Флангу Заезды Не видел Честно говоря Может Где то И подрывники Были Андрей Забирает Юнит И Не увидел И так Ложаться Где полковник Где полковник Так Немножко Бадабум Вот То что я говорил По правому Флангу Заезжает Вопрос Только С чем Пять Штук Погонять Андрей Не видит Подрыв Усвеет Лит Построить 87% Командного Центра Это Наверное Критически Важно Кстати Что с Дозерами С дозерами Где 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 Ага Здесь Стоит У нас Немножко Успевает Достроить Блокирует У нас Еще Патриот Прилично Вот и Подрыв Не получается Конечно Подорвать Патриота Но Но Дозер Выполнив Своё дело Приказал Долгожить Очень веселый Дозер И счастливый Получился Для Гатуза Потому что Американец Остается Американец Остается Абсолютно В теме Вот ни одного Квак Кенона Можно Азусу Дать в минус Все таки На фоне Такого спама Можно было Пару квадов Посылать Немножко По флангам Ну и теряет Андрей Забирает Невнимательные Юниты Его оппонент Так Хаммер Хаммер Рискует Видите Очень Разбросанно Стреляют МДСники Из хаммеров Можно сказать Практически Ни о чем Пока Не концентрировано Поэтому Бесчинствует Группа На стечи И продолжает Спамить Исключительно Пока их На правый фланг Что там Подрыв Нет Почти вторичный Суплай Полностью Выработан По деньгам У Гатуза 2075 Вышку Никто Левую Так и не взял Но как-то Близко Уж очень Или как-то Невнимательно Отдает Андрей Хаммеры При Бункер Пока засел Пока только Один И совсем Удобно Второй Успел Хаммер Почти Разобран Да Уничтожается Еще один И отдается Техничка Последняя В принципе Которая Была Здесь Нет Спамится 4 2 Перешел В принципе На квады Сейчас Азус Гатуза Дожимается 3100 Флуата Дозера Не выпускает Отдает Понемножку Правый фланг МДСники Почему-то не стреляет Медик потерян Нерасторопно Играет Сейчас Андрей Гатуза МДСники Пошли вперед Но карта Отдана Мы видим Достроен Был дворец Естественно Переход На Баги Следующим Строительством Дворца Которые уже Построены С апгрейдом На количество Ракет И на их силу Распродан Командный В общем Пока что Дела плачевны Для СВГ Дозер Только вышел В принципе Андрей не знает Наверное Что строить Нужно просто обороняться А дальше что Дальше будут Дальше будут Баги Уход надо вверх Андрей Этого не делается Теряет еще Два камера Ну как так же Вверх вроде направлял Гатуза Расстояния хватает Это патч 1.04 Уже 4 баги Сливается Я подозреваю Что сейчас Кто-то напишет GG Еще встанет 2-0 Пока 1-0 Впереди Азус Да Гатуза сдается Неуклюжий Неуклюжий Действует Старкпер Не вдохновляет Меня Эх 2-0 Впереди Азус Обнаружен Черный Лотос Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы обнаружили вражеского полковника Бартона Прослушивающий пост Это медленная китайская стелс Спортажа Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нельзя было Глашникам это делать Ну в принципе я тоже понимал Что он рисковал Конечно нужно было Переходить быстрее ко дворцу Но это Гатуза Который Ну вот Так же давно играл Как и я стримил Скажем так Ребят Ну когда вы еще его обыграете Вот записывайтесь Регистрируйтесь Участвуйтесь Опустите Андрюху Который там сайза опускал Который там Со всеми просто Ну невероятно играл Выдавал там такие Финтиплюшки Камбэки Наглые напорные Там стратеги Выигрывал В общем вот сейчас Есть возможность Положить его на лопатки Потоптаться Он конечно похохочет Поморсится Так неприятно Скажет О еще вот тут Наступи мне Ага Вот тут Ну в общем Это все нормально И ну Даже вот Несмотря на что Ну неплохо Андрюха играет Нормально Нормально Есть Есть шансы Какие то потащить Но насколько он сейчас Потащит инфантри Все таки говорю Это 1.04 патчи Со своими там Плюсами и минусами Ну это довольно таки Балансный поединок Тяжело Может быть Одному и другому Красиво На этой карте Вот готов Вот готов К картам Просто Азус Вот знаете Сел Взял в машинку Поперся Куда? На мины Пропустил дракон Или все таки Догонят его Нет пока Объезжает Понимает Защищает Этой машиной А дракоша Прется вперед Может быть Азус его подметил Скажет Ну давай там Езжай Я тебя встречу Не вопрос Мы видели Там был Ребель Все таки Минки Суплая Помогли Сохраниться Сапльтраку Захват у нас Где у нас Что то есть Разве Так ну захват Это есть Заводик Ага Вышка Одна Точно Да Вышка И заводик Суплай По центру Вот он Дракон Все таки Находит Приключения Не доезжает Спокойно Это Опен Рендом Игроки Понимают Кто против кого Играет Поэтому Видим Суплай Все Заминированы Как то Оторвался Сейчас От основной Деятельности От своего Напарника Один из Саплетраков Гатуза На основном Мейне И квад Осторожно Практично Как надо было Против американца Действовать Ну В принципе Против китайца Тоже поедет Ну Два Аутпоста Здесь Придется конечно Квад Может погулять Едет пока Вперед Андрей Техничка Техничка Не успевает Пройти Высаживать Надо Но Вы посмотрите Токсиновый Это не для захвата Токс Ребель Это для уничтожения И это Справляется Парень со своей задачей Дракон Вы посмотрите Два аутпоста Скрытые Потеряны Большие денежные средства Теряются Сапли Так просто Вот Пока по центру Проезд Отбирается Экономика У китайца Сам при этом Азус Живет пока Благополучно Впереди уиты Никакого захвата Просто Остреливается сейчас Суплай Ремонт Он почему-то Не подвид Андрей Познан Начинает его ремонтировать Не успеет Не успеет Но продавать нельзя Хотя бы Мины чтобы остались Потеряется Дракон Как мить Ой Дракон Дозер И бережет Красиво и правильно Действует Азус Не важно Кто перед тобой Так реагнит Навсегда В любой ситуации Бережет юниты Ничего Просто так Дара Прям не теряет И вот только сейчас Два квада Размениваются На в принципе На дракон В середине Ну нормально Отработал Сейчас в принципе Азус без лишнего Напряга Без лишних Телодвижений Все грамотно Сделал Даю тут Мне подсказки Что Азус Не согласился На Нюк Мирор Но Я пока не видел Где Может быть Не суть Важно Игроки Свободны Делать выбор Свой собственный Какими армиями Играть Многие Что-то готовятся Ничего в этом Такого нет Абсолютно Так происходит И он сейчас Нарывается Конечно Нарывается Немножко Азус Здесь Группу Он конечно Растратил зря Но Цуплай по центру Третий Между прочим Андрей Уже там Столкнулся Своим Красногвардейцем На туннеле Понял Да Не все так просто Его задача была Отобрать Вернуть Свои среды Хотя бы Второй Суплай Это он и делает По деньгам Он естественно Просел Вот Ну и Теперь Замыкается Замыкается Круг В том плане Что все ближе и ближе Азус подходит Границам Китая Мы видим И по верху Проехал Техничка Опять по экономике Ну и здесь Напрягает Вынужден Андрей Подзачаракетчиков Не хватает Аусу внизу Зато и достаточно Наверху Чтобы Экономически Опять придавить Гатуза Рискует Здесь Аутпост Рискует Быть скрытым Итак Сапли Трак Одна уезжает Это тоже хорошо Не достраивается Естественно Туннель Его здесь Нужно быть осторожным Теряет Юниты Андрей Здесь Второй Отпост Ну не жилец Как минимум Надо будет высаживать Медленный дракон Пытается что-то сделать С техничкой Андрей понимает Что надо что-то делать Но ничего Естественно Этим драконом Не сделает Держится просто На плаву Старается Не допустить Уже таких грубых Ошибок Хотя Времени Много И мы Видим Еще и Лаги Успевает Он здесь Высадить Для подзащитить Сейчас В данный момент Свой вторичный Суплай Но Не все хорошо Все это Подшкурно Уже понимают Что вообще Глажник Не напрягался Гнет свою Линию На трех Суплаях Абсолютно Вышка Уже Нет еще Не захвачена Но Захват еще Не выучил Пока Азус Снова заезд Сверху В этот раз Минки Получится Или нет Подорвать Через контрол Стреливать Мины Не успел Здесь Выполнить Все это Азус Ну Нацел Был правильный Минами Точнее Через контрол Расстреливал Посмотрите Как токсиновая Струя Сбивает Огонь Вот Кому так Поет Вот там Непредсказуемость Генералов Кто Видел Такие Видеоролики Противостояние Огня И воды Кто Кого затушит Пожарный Шланг Или Бронсбой В общем Здесь Победил Токсиновый Токсиновый Ребет Победил Дракона Вместе С РПГ Там Отстреливал Красавцы Продолжается Напряжь Здесь Не хватает Дракона На низ Конечно же Против Ракетчиков Скорее всего Сейчас и выйдет Да Выезжает Андрей Ну Вот так По деньгам Как у него Складывается Не может Он в принципе Сплясать И на чудо Рассчитывать Ну Никак Не приходится Правильно Подощищается Уводить 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 Еще и высадить Нужно успеть Нет Красавчик Подощищается Всяком случае Андрей Новая техничка Заезд Кто там Скорее всего Опять Ребель Токсиновый И Несколько Ракетчиков Напомню Кто к нам Присоединился Недавно Счет 2-0 Впереди Азус Обязательные 5 игр Портал gdrf.ru Это 13 сезон ProLiga И вот Правый фланг Если так Смотреть Подкрепляется Все что Остается Реализовывать Полностью Задумку Electronic Arts Для Нации Для фракции Игла Это Стиль Hidden Run Напрягать Постоянно Справа Сверху Слева Да Потери Не столь Существенные По напрягу Медленного Китая Но это же Все таки Это же Все таки Ихотный Генерал Андрей Конечно Много Потерял Он По Поста Потерял С воду На вот Такой Техничке С Ребелем И Ракетчиком И сейчас Он Вскрывается Опять Ребель Побежал Вперед Но Миниганер Да Раб Не успеет Подстроиться Но здесь Совершенно Рядом Нора Которая Будет Напрягать Дальше Выезжает Снова Теперь Уже Снизу Asus Дворец Он не строит Неужели По деньгам Созрел Что второй Завод Насколько Это оправдано В принципе Три Суплая Вышку Он Давайте Посмотрим Да Захватил Должно Хватать Деньги Пока Не флуать Это Всяком Случай Даже Чего Я не знаю Перевел Еще Один Суплан Строит Четвертый Второй В центре И так Постепенно Сливается Отстроил Во всяком Случай Гатуза Командный Центр Отрабатывает Он По максимуму Еще Один Юнит Боевой Уничтожил Он 35 Юнитов Конечно Здесь Считается Все Азус 29 Забрал Жизненно В основном Это Красногвардейцы Танками Хотя И скрытые Аутпосты И с танками Драконов Тоже GG Счет 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 Пять Обязательных Игр Оставайтесь С нами Обнаружен Черный Лотос Ты устал борясь против моей обороны, генерал? Площадка подкрепления позволяет бесплатную перегрузку на земле и бесплатные мастеробой Тилерийская платформа стреляет подобно стратегическому центру США по повреждениям и тальности Мы обнаружили вражеского полковника Бартона В расслушивающий пост это медленная китайская стелс-портура Активируй обменная слава, блядь, позитивы, приходится в стреляющих из окон Когда уничтожен стальная кабина, стреляется под пункт КАМКizar Что делает МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... 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 Тысяча сто поколений, мечта на развес Тысяча сто поколений, любовь и война Каждый рождается с мыслью достать до небес И нам с тобой сейчас, как во все времена Ничего нет... Ну что, в какой-то степени Юса Юса в какой-то степени Миррор, но не Миррор Не Миррор, точнее Миррор только в том, что Юса 3-0 Впереди Азус и игра у нас СВГ против Лейзер Против Лейзер Дженерал И Лейзер Дженерал, естественно, у нас Андрей Гатуза Карта Хигвей 99 И создавал ее, по-моему, спецовик Порадовать решили спецовика нашего картодела Не буду говорить бракодела Картодел Картодел, не путайте эти два важных слова Спецовике Романе Так, мы видим Напоминаю, кто подзабыл данную карту Есть у нас нефтевышки Два супла, один поблизости, другой по дальности Сбросы, не знаю Тут, может быть, где-то как-то заграют Ну и по центру Здания, домики и Немножко ресурсов Ну, я бы не сказал, что прям немножко По 3,750 умножаем на 6 Ну, порядка 20 тысяч, даже больше Вперед пошел дроп от Гатуза Что он несет в себе хорошего Для СВГ Мы видели два рейнджера сейчас Лазерлок встречает Гатуза Успеет ли отсадиться Или просто улетит Просто улетает Теперь уже просто отсаживается Вперед пошел там против МДС Лазерлока Гатуза Успевает спрятать свой дозер Азус при этом он дропается Естественно, здесь одного как раз таки Рейнджера сейчас и не хватит Потому что там два Два у Азуса Переиграет сейчас вот здесь Спокойно в этом плане Азус И переиграет Гатуза Но лишается в принципе реактора Три МДСника Итак, выбегают здесь рейнджеры Лазерлок не наводит на Ченуке Азус И захват не выучил А вот Азус Переиграл в этом плане На одного Рейнджера было больше Здесь вот на базе Андрея Переиграл У себя Грубо говоря Даже и мягко говоря Отстоялся Еще и выучил захват При этом вот еще Летая здесь Мы видим Уничтожает он Дозер Андрея Какое-то только по счету Мне тяжело пока сказать Я пока не вижу Нет Один Но Суплай Центр под себя Подминает Гатуза Вот такие вот различия Мы видим в стратегиях Игроков И мне кажется Что Азус как-то По выигрышным В этом деле выиграет Даже вот не стал Сюда никого везти Уже построил просто Барак Выпустил рейнджера Вперед бегут рейнджеры Гатуза Все кто спрашивает Про счет Счет на данный момент 3-0 Впереди Азус После трех игр Пока на сухую идет И разберет сейчас Хаммер Гатуза теряет Не успеет Не успеет он уничтожить Просто красавчик Внимательно играет Азус По внимательной Андрея Скажем так Этого достаточно Чтоб сейчас нагибать Старика Папу Карло Который В свое время Застругал Не одного Буратино Но вот так вот Уверена Дозер есть Один Два целых У Азуса Один целый У Гатуза Но есть завод Отстаивает Во всяком случае Против захвата Гатуза сейчас Свой Суплай По центру И это тоже на руку И мне это тоже нравится Как-то вот Есть тенденция К борьбе Сейчас заезд Гатуза Своими уже Тремя хаммерами Нет Один будет Точно уничтожен Впереди И очень грамотно Встречает Все-таки Бойцов Таких грозных хаммеров Своими бойцами Азус Ему нечем В принципе Препятствовать Вот просто Только сейчас Он возводит завод И мне кажется Как раз таки Андрей не успеет Приехать На мейн Азуса Чтобы начинать Там кошмарить Будет уже Здесь хаммер И у Азуса 23% Выбегает С двух бараков Юниты Значит по вышкам Две вышки Он захватил Естественно По деньгам Нормалек Тысяча По суплам Здесь Два Чинука Работают у Андрея Два в центре Ну как-то Более-менее Уравновешена Мне кажется Но все таки Из-за своих Первоначальных действий Больше в обороте Оказался Андрей По своим потерям Азус уничтожил 11 юнитов Гатуза Тоже 11 В плане Но Там были Погибший Хаммерал Как мы сейчас видим Против одного МДСника Обмен Один к одному Но какая цена Какая сумма Сдается Гатуза Не успевает Микроконтроля У него не хватает Таскаться По разным Мультитаска Счет становится 4-0 Мультитаска Играет музыка Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да ну то что я сказал Gatuzzo правильно все подмечает Но внимателен Asus Видел он как поехала техничка Она не уйдет Вопрос в том что Аккуратно играет Здесь Аккуратно играет Asus Одного хрокетчика не хватает И Gatuzzo Ну просто правильное решение сейчас принял Ну я думаю даже не стоило было Дрывника высаживать Потому что Очень разрулил правильно Иначе единицы полностью терял бы думал там Азус очень грамотно кормил. Смотрите, все равно техничку потерял каким-то образом. Поехал сюда наверх, нарвался здесь наверно на МДСника в здании. Всего к месту приходится, мне нравится игра Азуса. Давно я не комментировал, может я что-то там какой-то малиной объелся, что-то мне нравится, сладенько все. Вот, ну действительно как-то практично. Кажется, что никаких лишних движений нет. Хотя они несомненно конечно есть, против кого-то сейчас Азус по-любому там сольет какому-то супер перца, но красиво играет. Третий Суплай от Гатуза. И вот она Search on Destroy. Мы видели у нас здесь два Патриота продолжают жить, но на одном Суплай всего лишь сейчас Азус 1400. Пытается накопить он, отбить вторую точку для сбора ресурсов. Как это получается? Благодаря выбранной стратегии. Но туннель еще один в Гатузах потерял Квадик. Вот не хватает каких-то нюансов, каких-то тонкостей, мелочей. Захват Гатуза также не идет пока что. Не вижу. Квады, подрывники, Суплай. Да нету вообще. Подрыв, подрыв, подрыв. Готовится взять вышку. Теряется пока очередной туннель. Будет зачищен все-таки верхний фланг. В зданиях здесь никого. На расстоянии отстреливаются. Азус не забывает. Вот про левый фланг. Видите, были лишние чинуки. Пожалуйста. Вот человек правильно показывает пример для остальных. Не стоят тут в сторонке, а начинают работать. Летать туда, куда можно летать, перенаправляется. Все красиво. 2150. Где? Где? Мы ждем. Альфа Аврору. Еще здесь по центру остался туннельчик. Красиво, грамотно все зачищает. От обороны получается сыграл Лазарус. Ну, в принципе, правильно. Через верх заехать. И вот Альфа Аврора. Разводит через Икс. Вот здесь был Андрей Внимателен. Но не хватает чуть-чуть добить ее. Подрывники. Всего лишь два. Опять буксует Андрюха. Ну, уводи там, блин. Чертишь, Дрин. Хватает, слава богу, хоть одного. И пошел теперь на суплай. Единственные, в принципе, опять чинуки переводятся. Посмотрите, какая там здания подбитые. В принципе, можно на Айпфильде потом отремонтироваться. Ну, и что, по большому счету, сейчас Азус не потеряет. Захвать, захватить вышку хочет? Захват, правда, еще не выучил Азус. Альфа Аврора опять в небе. По центру бьет. В этот раз Андрей не разводит. Да, теряется реактор. Вы посмотрите, четыре богу, у меня четыре квада, но не выживая. Все-таки Стерчер Дестрой делает свое дело. Лазер Лок. При этом отгоняется. Здесь по разным фронтам играет Азус. Что это дать ему должное? Бьет почти. Теряет, правда, Хаммер почти. Вот и здесь ему везет. Вы посмотрите. Халфайр дрон добивает квад. Один, второй. И Хаммер, блин, уцелел. Но чудо. Понимаете, казалось бы, чудо, но по факту это нифига не чудо. Это именно вызвенная игра. Да, там с надеждой какая-то, что останется жив. Но остается Хаммер просто жить. Там, где он должен был уже был слиться. Альфа Аврора. Одна неучтожаемая, пока начала летать. Третий вылет она совершила. При этом возвращаться должны к своим работам Чануки. Да, даже не ремонтируют их Азус. Может, придет, может, настанет для них время, пока он защищается. Здесь был снесен SVG Patriot. Ну и три супла. Все-таки дают знать. Гатуза пока на плаву, естественно, пока Азус не перешел в контратаку. Не выучил. До сих пор еще не хватило денег у Азуса. В связи с этими проблемами, мы видим, не хватает ему реактора. Все замедленно. И вот где-то вот он запарился. Нет, реактор построен. Взял это там апрейт на стержне и пошел вперед. Новый сброс Альфа Авроры. Ребята пишут в чате, что Азус, по-моему, всех сделает. Но пока что так и идет. Это Гатуза был четвертый, который сольется. И, возможно, сольется со счетом вообще 5-0 сухарика. Увидел, что здесь стоит РАП. На всякий случай поставил. Возможно, это мина. Вторая Альфа в воздухе. Ну, всего хватает. Всего хватает. Реактор. Вот не хватает. Нет, пошло электричество. Оно дорогое. Азус у нас в Украине. Коммуналка подорожала. Ну, вот мы видели. Проблемы были. Смотрите, сейчас построят еще один СВГ. Возможно, одного реактора опять не хватит. Хотя, по идее, нет. Хватит, хватит. Хватает абсолютно. Забегает Андрей сверху. Все. Его розовые штанишки занимают только, скажем так, одну четверть картами. Ну, может, чуть больше. Залетали Альфа. Туннелем не скрыться. Они не стелс. Это демо. 4-0. 4-0. И пошел в подрыв. Ну, Андрей просто показывает сейчас разнообразие, да, юнитов. Что он там делал? Проезды техническими. Подрывы, конечно, у него были по-сумасшедшему. Не демо-байк. Там, наверное, Dusty Rhodes там плевался не раз. Разбил очередной монитор там какой-нибудь. Как можно так за демо? А, елки-палки, почему не я сейчас управлял этими юнитами? Ну, где-то так. Подрывы не пошли. Также и Азус показывает на красоту игры. Попытался он подействовать командшем. Ну, благополучно его следует. Ну, это хорошо. Это тоже приятно. Да. В общем, пока счет 4-0. Идет сидело к пятому. А ребята уже думают, как же Азуса остановить? Кто же должен у него кто-нибудь как бы выиграть? Вот Андрюха знает, у меня такая заготовка. Уводит, он срячет, да? А вдруг Альфу собьет? Не сбил ни одной. GG. Кстати, где-то одна... Нет, летает где-то одна. GG пишет. Гатуза еще становится 5-0. Поздравляю, Азусок, с красивой и уверенной игрой. С достойной победой. Желаю ему удачи, как и всем остальным участникам Сэмми-лиги и Сэмми-про-лиги и про-лиги. Показать наилучшие свои результаты. Пусть номер не совсем счастливый, но я думаю, каждая игра может принести немало радости не только играющим. С вами был Икеан. Надеюсь, что... До скорых встреч. Счастливо, ребят. Счастливо, ребят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова